всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня мы будем готовить очень вкусные и нежные закусочные булочки с колбасой под названием серпантин булочки красивые аппетитные их можно давать детям в школу можно их кушать на перекус брать с собой дорогу это отличная закуска смотрите видео и выпекайте вместе со мной и радуйте свою семью только домашней и вкусной выпечкой для теста нам нужны будут следующие продукты 250 миллилитров теплой воды 3 столовые ложки домашнего майонеза одно яйцо 2 столовые ложки сахара пол чайной ложки соли 20 граммов свежих дрожжей или две чайные ложки сухих дрожжей также нам понадобится 450 граммов муки так как я использую свежие дрожжи мы сначала приготовим опару выливаем теплую не горячую воду это очень важно добавляем сюда столовую ложку сахара и добавляем сюда дрожжи 20 граммов нам понадобится добавили 3 столовые ложки муки чтобы дрожжевое тесто у нас быстро созревало на кухне должно быть тепло оставляем нашу опару буквально на 15-20 минут до образования шапочки смотрите опара поднялась шапочкой буквально 12 минут только прошло добавляем теперь соль сахар размешали одно яйцо добавим немножко муки это тесто у меня на майонезе майонез я всегда готовлю сама рецепты есть на канале будет ссылочки под видео добавляем 3 столовые ложки домашнего майонеза эти булочки идеально подойдут для перекуса их можно с собой брать в дорогу на пикник очень вкусные нравятся и взрослым и детям поэтому смело их готовьте теперь замешиваем тесто я использовала всю муку теперь смазываю руку растительным рафинированным маслом и замешиваю тесто также другую миску я смазала растительным маслом куда буду перекладывать тесто тесто должно быть таким вязким липким оно сначала липкое но потом когда будет подниматься будет совсем другой структуры тесто я перекладываю в другую миску бока и дно смазала растительным рафинированным маслом вот такое липковатое должно быть у нас мягкое тесто накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час для начинки я буду использовать молочную колбасу я вам советую колбаску брать диаметре 7-8 сантиметров и немножко больше форму у меня будет чашка она в диаметре 9 сантиметров молочную колбасу нарезаем пластинками потоньше потолще кому как нравится колбаску можно заменить например не молочную а салями тут вы выбираете на свой вкус можно ветчину круглую найти и также взять ее для начинки эти булочки у нас просто разлетается на ура 40 минут прошло а наше тесто уже выросло смотрите какое оно рыхлое как живое коврик слегка присыпали мукой и выкладываем сюда наше тесто сверху также присыпали чтобы удобнее было работать с тестом руки мы смазали растительным рафинированным маслом наше тесто нужно разделить на две части значит на замес тесто я использовала 450 граммов муки и также 100 граммов муки нам понадобится для подсыпки потому что я постоянно посыпаю стол немножко замешивала тесто в общем на весь процесс приготовления этих булочек у нас уходит 550 граммов муки но для замеса не используйте много как я 450 так тесто у вас быстро поднимется потом вы его будете замешивать уже на столе значит раскатываем тесто в пласт толщина 3 миллиметра слишком тонко не раскатывайте теперь я беру чашку она у меня в диаметре 9 сантиметров и вырезаю круги тесто макаю крошку муку лишнее тесто убираем диаметр колбасы у меня 7 сантиметров есть теперь смотрите берем второй кусочек и выкладываем сверху первого и защипываем края хорошо теперь также второй кусочек берем и защипываем края можно в руках как вареник теперь я вам покажу как мы будем делать булочки серпантин значит берем нашу булочку и начинаем делать разрезы сначала в одну сторону не дорезая до края вот один сантиметр теперь в другую сторону зигзагом вот видите и обратно вот такие булочки у нас получаются еще одну булочку готовим покажу вам поближе разрезаем теперь поворачиваем и снова делаем надрез булочки серпантин имеют очень красивую форму и всегда пользуется спросом у детей выкладываем на противень застеленный или пергаментом или силиконовым ковриком после 20 минут на расстойке тесто вверх булочек смазываем яйцом духовочку включили разогреваться булочки ставим в хорошо разогретую духовку я яйцо сболтала вилкой и теперь кисточкой смазываем булочки сверху булочки посыпаем семенами кунжута можно посыпать семенами льна по желанию и на ваш вкус булочки ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень режим вверх-вниз булочки выпекались полчаса румяные пышные и очень ароматные закусочные булочки с колбасой серпантин готовы красивые вкусные нежные это радость для детей обязательно приготовьте эти булочки для своей семьи приятного вам аппетита и удачной вам выпечки нам осталось лишь только провести дегустацию скажу вам сразу что булочки легкие как пух очень нежные румяные со всех сторон смотрите превосходные тесто мягкое и нежное смотрите булочки превосходные у всех детки любят колбаску эти булочки будут кушать с удовольствием если раскатать тесто немножко потолще что у вас получится немножко пышнее булочки вот смотрите на примере соответственно здесь будет больше теста мягкие нежные очень вкусные подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была Ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока пока